День всех влюбленных Со многим, что автор в этой статье пишет, конечно, можно согласиться без всякого сомнения. Действительно, прежде всего, слово «духовность» звучит направо и налево, и никто не знает смысл этого слова. Вот даже сам автор из этой статьи, когда он пишет о духовности, я думаю, что он не очень даже понимает, что он имеет в виду, потому что, например, он пишет такие интересные вещи о том, что духовность – это светское мирское состояние человека. Что это значит? Какое это мирское состояние человека? Духовность. Что значит светское состояние человека? То есть мы, когда люди верующие, говорим о духовности, мы тоже, как это ни странно, влагаем в слово «духовность» совершенно разные смыслы. Совершенно разные смыслы. Что для нас, так сказать, быть духовным человеком? Как это? Что это значит? Вот иметь некую духовность. Что такое духовная литература, духовное пение? Мы часто воспринимаем вот эти вещи как идиомы, и для нас вот духовная литература, духовные пени и духовная жизнь – это вот вещи совершенно однозначные. Хотя духовное пение – это религиозное пение. Духовная литература – это литература святоотеческая или житийная, или богослужебная, может быть, да? Но все равно литература связана именно с осмыслением некой религиозности, определенной стороны этой религиозности. А с другой стороны, мы понимаем, что духовность, ну, в самом высоком значении этого слова, в нашем понимании, потому что мы до сих пор никак не определяем однозначно это слово, это святость, это соединение с Богом, это жизнь в Духе Святом. Такой духовности, такой духовности мы не имеем в большинстве своем. Такой духовности мы даже почти не встречаем в своем реальном опыте общения с людьми. Такая духовность есть наше, скорее, ощущение и предощущение того, к чему призван, в принципе, человек, к таким вот совершенно неограниченным просторам свободы духа. Вот, когда читаешь книгу Силуана Афонского, про Силуану Афонского, которую написал Архимандрит Сафроний Сахаров, вот, там есть явление такой духовности в жизни этого человека, в его переживаниях, его отношении с Богом, его переживания по отношению к миру и человеку. Вот, это похоже очень на то, что мы могли бы назвать духовностью, а в современном смысле мы духовностью называем культурность, интеллигентность, образованность, благовоспитанность, ну, может быть, какие-то свойства даже более глубокие такие, как вот милосердие, доброта и так далее. Является ли это именно духовностью? Вот, является ли это духовностью в светском смысле? И вообще может ли быть духовность у нерелигиозного человека? Мы не можем отказать в этом никому. Никто не может отказать человеку в поисках духовности, в осмыслении духовности, в приложении духовности к самому себе. Поэтому, когда Андрей Архангельский пишет о духовности, он действительно пишет о том, что для него является важным, но чего он пока до конца не может даже для себя определить, где она духовность. Потому что дальше звучат в его размышлениях очень странные слова, например, он пишет о том, позитивная программа духовности не продумана. Мама родная. Свободный журналист вдруг пользуется терминами, которые мы слышали в программах ЦК КПСС. Позитивная программа духовности не продумана. Не дай бог, если современные журналисты будут диктовать нам со страниц современной прессы никакую заложенную программу духовности. Вы знаете, ну, у церкви нет программы духовности. Хотя церковь прежде всего говорит о духовности, но у церкви нет программы духовности. У церкви нет никакой заложенной программы, которую можно было бы вбивать, вдалбливать или вставлять какой-то духовный пистон в человека, чтобы он был духовный. Знаете, как поет Гребенщиков, духовные люди – особые люди в одной из своих песен. Очень хорошие песни. Вот. И в этом смысле никакой у духовности программа быть не может. Потому что духовность – это всегда очень глубокий личностный путь человека к самому себе и к Богу. Вот. К Богу и к самому себе. И к самому себе человек может двигаться совершенно даже не зная о Боге ничего. Потому что познавать себя, изучать себя, понимать себя, быть самим собой – вообще доступно каждому человеку в какой-то степени. Но вот если человек по-настоящему глубоко идет к самому себе, вот, и так честно идет к самому себе, он какую-то степень осознания духовности не может не почувствовать. Потому что все-таки, когда он себя начинает изучать, он вдруг понимает, что у него есть живая душа. Вот. Есть сердце, которое болит не только от обиды по отношению к самому себе, но болит из-за других людей, из-за весь мир иногда болит. Из-за тех людей, которые находятся в беде и с которыми поступают несправедливо. Болит сердце из других людей, болит душа. И тогда человек, даже светский, нерелигиозный, он начинает задумываться, если у меня душа болит. Может, эта душа, она какая-то особая, может, она бессмертная, эта душа. Может, эта душа имеет свои причины, вот эту боль, что-то более важное, такое, которое находится за пределами просто моей внешней человеческой оболочки и моих внешних материальных и светских, мирских представлений о мире, о духовности, о честности и чести. Может быть, есть что-то высшее. И тогда вот человек иногда в этих размышлениях о самом себе и о своем честном пути к самому себе вдруг может найти дорогу к Богу и какую-то часть вот своей духовности в Боге осмыслить. Но всегда духовность – это путь личного подвига, личного противостояния, вот лжи миру и лжи, ну, в том числе внутри себя самого. И всегда вот этот путь человека, он не вкладывается ни в программы, ни в учебные комплексы, ни в какие-то вот идеологии. Но, тем не менее, тем не менее, он, этот путь, имеет такой вот подспорье. Человек не может идти сам по себе, к самому себе, не имея, ну, хоть каких-то вот маленьких хотя бы ориентиров. И поэтому наша великая мировая культура, которая есть поиск человека и поиск Бога и поиск вот этой духовности в осмыслении вот тысячелетий вот этих одиночек, людей, ищущих себя и ищущих Бога, вот, вот оно для многих людей может стать замечательным ориентиром. И поэтому, когда мы, например, понимаем, что, да, вот в школе там, наверное, так сказать, вот смешно там людей учить прописным истинам, а ведь на самом деле все истины, которые мы имеем, они прописны. Вот других истин человечество не знает. Не придумаешь другую истину, не найдешь ее нигде. Потому что истина, она всегда прописная, потому что эта истина, как бы она ни была вот очевидна, найти ее и понять ее, и принять ее совсем нелегко. Очень нелегко человеку принять истину, прописную истину, сделать ее, сделать ее вот эту истину основанием своей жизни. Нет каких-то особых истин, нет ничего такого, что человек в своей жизни не находил бы и не терял. Мы люди и верующие, и неверующие, и воспитанные, и невоспитанные, и духовные, и бездуховные. Мы все одной человеческой природы. И вопросы жизни и смерти перед нами стоят совершенно очевидно, вот как они стояли там, вот перед первобытно общинным человеком, так они стоят и перед сегодняшним человеком. Вот. И проблема любви, верности, предательства тоже так же стоит перед нами, как они стояли перед Гомером, там, понимаете, или там перед Юлием Цезарем, или там, не знаю, перед кем, Пампой Иннокентием XIII. Все одно и то же, все эти вопросы и все эти ответы, они, в общем, человечеством найдены, находимы, но никогда ответ, который получил, скажем, человек, который учился со мной в одном классе, не будет лично меня удовлетворять. Потому что для него это его ответ, а для меня будет другой ответ. Для Бога, у Бога, для каждого из нас свой ответ на наш вопрос. Хотя вопрос от каждого из нас может звучать одинаково. А ответы мы можем получить разные. Потому что, несмотря на то, что мы все люди единой человеческой природы, мы абсолютно уникальны как личности. И поэтому у Бога для каждого из нас заложен определенный ответ. Поэтому истины-то прописные, истины одни и те же. Но в каждой истине человека находят только самого себя. Но никак ни толпу, ни общество, ни коллектив. И поэтому, когда мы говорим о духовности, мы можем только говорить о личной духовности, о моей духовности. И когда нам пытаются эту духовность навязывать сверху, кто бы нам этого ни делал. Конечно, человеческая личность будет сопротивляться любому навязыванию некой духовности, воспринятой коллективно. И когда там какая-нибудь администрация Белгородской области запрещает День Святого Валентина или празднование чего-то другого, у меня вызывает это глубокое недоумение. А кто ты такой, дорогой мой, глава администрации или там другой представитель власти, чтобы мне запрещать? Какое право ты имеешь, когда обгоняешь меня своей хамской мигалкой, когда ты с экрана телевизора устами вице-премьера глаголишь, что у таких людей, которые собираются там на площади, надо бить дубинками по голове, а они должны, стуча копытами, бежать к морю? Вот, ты мне будешь учить духовности, ты мне будешь советовать, что мне смотреть, что мне слушать, на какой спектакль мне идти, на какой спектакль мне идти, я тебя не буду слушать. Мне будет вызывать это отторжение. Мне кажется, что такое же отторжение может вызвать вот некое предложение, исходящее от представителей церкви, о том, как люди должны одеваться. Как люди должны одеваться, они решают сами. Вот. Мы должны все-таки понимать, что человеческая личность, она уникальна. Человек сам решает, куда ему идти, что ему слушать. Но воспитывать человека, конечно, должна школа и семья. И вот эти вот прописные истины, если они не будут звучать в семье, если они не будут звучать в школе, вот, если человек не будет воспитан в этих прописных истинах, и не научится понимать, что и море, и гомер, все движется любовью, если он никогда не поймет, что вот на человека нельзя смотреть, как на мусор под ногами, вот, то тогда, вы знаете, трудно, трудно будет в этом мире говорить вообще о духовности. И тогда любой такой человек, который из низов будет попадать во власть, не наученный принципам взаимоуважения, уважения человеческой личности, не наученный тому, чтобы вот стыдиться, например, вот. Вот. Ну, вот, вы знаете, вот мне кажется, что, в общем, богатым людям, богатым людям, все-таки, когда вот автор рассуждает о том, что надо приучать детей, чтобы они думали, не думали, вот как же он тут пишет, нужно, например, объяснить подростку, что стремление к стяжательству не исключает добродетельности, а не повторять прописанные истинные цитаты. Вот. А вот мне кажется, что богатому человеку должно быть стыдно. Ну, хоть немножечко. Богатый человек, вот, пусть он, если он добродетельный, то ему должно быть немножко стыдно, потому что в мире, в котором люди до сих пор умирают от голода, вот, стыдно покупать себе яхты. Мне кажется так. Люди, где, по дорогам города, которые ты видишь, ты видишь бездомных и голодных, просто будь богатым. Пожалуйста, у тебя есть на это возможности интеллект, ты потратил свои силы, свои таланты, ты добился многого, это все честно, все правильно. Но не будь самодовольным богачом. Стыдись немножечко того, что ты богат, а есть кто-то, кто не имеет чем бутерброд себе намазать, потому что есть неизвестно что, из каких рук и лазит по помойкам. Вот это важно, это важно, это должно быть воспитано в человеке с детства, и это и есть прописные истины. Не только вот, интересно, что в конечном итоге автор статьи говорит о том, что хорошо нам создать какую-то такую светскую религию с духовностью, а чтобы там были такие же, в общем, запад не убей, не укради. Но он забывает, что такая светская религия была создана уже. Она называлась коммунизмом. Она называлась коммунизмом. Вот то, к чему пришел, как ни странно, автор статьи, он пришел к коммунизму. Она была настоящая светская религия, безбожная, атеистическая, с вот этими самыми заповеди строителей коммунизма, где там были использованы не убей, не укради и так далее. Все это мы уже проходили. И вот до чего мы дошли. И поэтому давайте все-таки, когда мы говорим о духовности, говорить о главном. Прежде всего надо научиться быть человеком. Быть человеком – это очень и очень тяжело. Вот. И поэтому духовность – это вообще сложный, тяжелый путь преодоления, прежде всего, самого себя. Вот для Чехова, например, это было очень понятно, да? Он говорил, что из себя надо выдавливать по капле раба. Вот это очень правильные слова. Любой христианин с ними согласится. Настоящий верующий человек понимает, что вот раба греху, раба этого мира, раба, который боится окрика начальника, вот надо себя выдавливать, надо быть свободным человеком. Но свободным не в смысле вседозвольности и хамства. Когда моя свобода, это моя свобода, вот, которая заключается в том, что мне на всех наплевать. А свобода, когда я свободно, вот, даю свободным людям жить в моем свободном пространстве. Вот. И поэтому, когда власти Белоруссии запрещают концерты Рамштайна, а потом избивают свой собственный народ дубинками, понимаете, вот я такой духовности, конечно, не верю. Не могу поверить, что вот это есть забота о нравственности народа. Когда народ обманут, забит и унижен. Вот. Тут ни о какой духовности быть не может. Это касается не только Белоруссии, это касается и нашей страны. Вот. Это касается и каждого из нас. Как мы к этому относимся, как мы этому противостоим, и что за этим следует. И когда духовность воспринимается как система запретов «можно-нельзя», то это очень простая духовность. Она, вы знаете, эта духовность очень многим была бы по плечу. Эта духовность очень многими сегодня была бы востребована. Поэтому, когда мы смотрим, скажем, какую-нибудь программу по телевидению, где идет там, типа, к барьеру или какой-то поединок, да, и видим, что два человека обсуждают проблему сталинизма, один за, другой против, и вдруг видим рейтинг защитников Сталина, так сказать, в десятки раз выше, чем того, кто говорит, с моей точки зрения, совершенно обычные нормальные вещи, то понятно, что духовность как система запретов, она очень востребована. Она востребована даже у нас, в христианстве, в православии. Казалось бы, мы давно прошли это все, но мы опять живем в каком-то пространстве, который близкий мне человек назвал, что, вот сегодня сказал этот человек, нам кажется, что нашему народу нужен новый Ветхий Завет, новый Ветхий Завет. То есть система можно, нельзя, система закона и запрета. И вот мы приходим в церковь, а что здесь можно, а что нельзя? В платке можно? Без платка нельзя. В брюках можно или в брюках нельзя? А вот это самое, можно мне, сказать, молочко в среду, в пятницу или нельзя? А можно мне правой ручкой свечку передать или левой? Это духовность. И вот христианство как система запретов и поощрений не существует. Нет в христианстве можно, нельзя. Христос даровал нам свободу. И свобода, между прочим, одно из самых главных оснований духовности. Там, где нет свободы, там никакой духовности быть не может. Там не о чем говорить. Так вот, Христос даровал нам свободу. И наша вера, это не система запретов, это не система можно и нельзя. Люби Бога и делай, что хочешь, сказал один из наших святых. Мне кажется, что с этим надо согласиться.